Лера, стой, я же сказала! Лера, я тебе что сказала? Стой, говорю! А ты попробуй догонить! Стой! Да что ж с тобой? А мы еще не договорились! Так! Мне еще нужно накрасить губы, и можно идти на прогулку! Я тебе сказала не брать мои вещи! Быстро снимай! Ну тебе что? Пару вещичек для сестренки жалко! У тебя свои одежды! Полный шкаф! Поэтому мою не трогай! Тем более, это вещи из новой коллекции! Эмма, знаешь, я никогда не думала, что ты будешь такой, такой! Ой! Ты что сделала, Лейла? Упс! Девочки, ну что у вас тут опять за крики? Ну сколько можно? Мама, она испачкала мои любимые вещи, которые стоят бешеных денег! Подумаешь, это просто помада отстирается! Так, прекратите обе и спускайтесь кушать! Папа вас уже 10 раз звал! Да идем, идем! Но, конечно же, вы из-за крика ничего не слышали! И, Лейла, смой эту помаду, она тебе абсолютно не идет! И вещи мои сними! А по-моему, очень даже идет! О, наконец-то! Все же давно остыло! Ух ты, пап, какая красота! Да, наш папа еще тот жив повар! Да бросьте! Спасибо, конечно! Я старался! Давайте кушать быстрее! Так, Эмба, садись, а я пусть разбегаю за документами! Я не сомневалась! Вкуснятина! Ммм, как вкусно пахнет! Спасибо, доженька! Садись! Очень вкусно! Так, все! Я здесь! Давайте кушать! Приятного аппетита! Спасибо, моя любимая мамочка! Я открою! Нет, я открою! Лейла! Девочки, опять-таки за свое! Лейла, иди быстро открой! Эй, мама! О, Кристофер! О, привет! А Эмма дома? Дома есть я! Очень интересный собеседник! Да, очень интересный! Но мне все-таки нужно увидеть Эмму! Ой, она кушает, проходи! Я тогда ее в зале подожду, не хочу мешать! Кристофер, ну как ты можешь мешать? Ну ты же скажешь ей, ну, что я пришел! Да скажу я, скажу! И чем Эмма ему нравится? Я же намного красивее! Ну, и кто там пришел? А, там... Кто? Сосед? Опять, наверное, кто нам сказать, что мы, видите ли, цветы его заливаем водой из бассейна? Бесят! Ну и? Ну, Кристофер пришел! Фух, значит не сосед! Можно кушать! Ой, супер! Тогда я побежала! Стоять! Ты еще не доела! Ну, мам, я не хочу! Я же старался! Тебе что, не нравится? Ты же приготовил? Ладно, доем и пойду! Ну вот, не все же тебе с Кристофером гулять! Лир, это не то! И это тоже не то! Что же выбрать? Кристофер, привет! Привет! Извини, папа столько наготовил, еле съела! Да, папа у вас хозяин еще тот! Давай, может, сейчас фильм посмотрим? О, да, давай! О, а вы фильм собрали смотреть? Я с вами! Лейла, нет, с нами нельзя! Почему это? Я взрослая и могу делать все, что захочу? Еще какая взрослая? Не мешай! Иди в комнату! А я маме расскажу, что ты мне не разрешаешь фильмы смотреть! Девочки, не ссорьтесь, сейчас что-то придумаем! Я знаю, что мы придумаем! Мы с Кристофером идем в кафе, а ты будешь дома фильм смотреть! Неплохая идея! О, а я с вами в кафе! Нет, не с нами! Да я сейчас... Даже не думай! Ты еще уроки не сделала, поэтому тебя мама в кафе не отпустит! Достала уже! Да ладно тебе, а там прикольно! Понял, понял! он назвал меня прикольной! Я прикольная! Алло, Аманда, приходи скорее! Мне тебе такое нужно рассказать! Дорогой, нужно что-то решать с девочками, это не дело! Согласен! Они постоянно ссорятся! Я не помню ни одного спокойного дня в этом доме! Нам нужно придумать какой-то суперплан! Единственное, что мне приходит в голову, это поговорить с Эммой! Да! Она старше и должна понять, что у Лейлы начинается, как бы это сказать, переходный возраст! Оно то так, но... Ну, я просто не уверен, что Эмма захочет терпеть Лейлу, и наоборот! Я уверен, что с Лейлой точно бесполезно говорить! Ну, разве что с Эммой! А мы можем сделать так, что Эмма сама не захочет ссориться с Лейлой! И как ты собираешься это сделать? Значит, слушай! И представляешь, в конце он сказал, что я прикольная! Просто супер! Вау! Даже не верится, что он тебя прикольный назвал! Вот! А я тебе о чем? Точно тебе говорю! Он в меня влюбился! Ну, он, конечно, мог тебе просто комплимент сделать! Нет! Кристофер, нет! В общем, я хочу сделать так, чтобы он бросил эту Эмму и влюбился в меня! И как ты это собираешься сделать? Ну, это будет нелегко, конечно, но главное подобрать нужный момент! Хм, ну не знаю, подруга, у тебя серьезный соперник! Ой, какой там соперник? Я тебя умоляю! Хм, ну не скажи, не скажи! Зато я Эмму очень хорошо знаю, поэтому мне будет проще! Ну, если что, ты всегда звони, я тебе помогу! Эмм, спасибо, подружка! Круто здесь! Здесь так спокойно, никто не мешает! Не знаю, дома тоже спокойно! Ага, это просто потому, что у тебя нет младшей надоедливой сестры! И то верно! Кстати, тут очень вкусные коктейли, нужно будет чаще сюда заходить! Согласен, Эмма, слушай, я давно хотел тебя пригласить на свидание, ты пойдешь со мной? О, Кристофер, конечно пойду! Класс! А я уже переживал, что ты откажешь! Ты у меня такой романтик! Я долго думал, что такое можно сделать и выбрал самый лучший вариант! Интригующе! Я уже жду не дождусь! Я надеюсь, тебе понравится! Дорогая, брось наши документы уже! Мы ведь в спортзале! Не могу! Завтра нужно отчет сдавать, а у меня ничего не готово! Мда! Что это за работа такая? Ты же во время отдыха работаешь! Прости, мне еще одну страничку и бегу заниматься сейчас! Ну да! Ты два часа назад говорила, что теперь всего в две странички осталось! Так, из этого раздела я все написала, осталось только последний! Ура! Давай, вот так его! Да, так, класс! Вау! Вот это история! я привет, сестренка! Что смотришь? Тебе какая разница, ты все равно такое не любишь! Ну и ладно! Постой! А ты чего такая счастливая? Да так меня Кристофер на свидание позвал! В смысле? На какое еще свидание? Не знаю пока! Может ужин при свечах, а может на яхте поедем кататься? На яхте? Может в ресторан пойдем? Не знаю пока! Ой-ой-ой! Ну ничего, я сделаю так, что она это свидание надолго запомнит! Так, на свидание я уже ему пригласил! Теперь осталось придумать само свидание! Как бы это ее удивить? Точно! Сначала сделаю ей подарок, а потом ужин в ресторане! Лейл, слушай! Ты писала конспект по истории, потому что я весь урок прослушала! А, нет, я не писала! Ты чего такая задумчивая? Что-то случилось? Ой, Аманда, даже и не спрашивай! А все-таки? Ой, вчера пришла Эмма после кафе, вся такая радостная аж без! Ну и? Она была на свидании с Кристофером, типа романтики, все такое! Прикольно! Да А что тут прикольного? Ну разве что! Это тот самый удобный момент, о котором я говорила! Пока не понимаю, что ты задумала! Я уверена, что он скоро забудет свою Эмму и будет встречаться со мной! Ну а как ты это хочешь делать? А я построю все так, что Эмма не придет на свидание, они поругаются и Кристофер ее бросит! Звучит как план! Гениальный план! Я пойду портить своей сестренке свидание и ее мечты, если что, на связи! Прямо как в сериале каком-то! Доченька! Мы бы хотели с тобой поговорить! Да, я слушаю! В общем, нам с мамой надоело постоянно слышать, как вы ругаетесь с сестрой! Да, и мы бы хотели, чтобы ты начала немного уступать своей младшей сестре! А почему это должна делать я? Ну, потому что ты старше, умнее, в общем, ты поняла! Доченька, и давай договоримся, если вы в ближайшие два дня не будете ссориться, то мы разрешим тебе поехать в другой город на концерт! А если мы все-таки поссоримся? Тогда мы будем вынуждены тебя наказать! Эй, а почему только меня? Потому что так будет честно! Награду же мы только тебе обещаем! Я согласна! Ну вот, доченька, я так рада, что ты нас понимаешь! Девочки, а я так как рад! Ладно, мне пора работать, я побежала! А я пойду придумывать свой новый фирменный рецепт! Ничего не меняется в этом доме! Ой, мне уже пора собираться! Блин, ну где же этот курьер? Мне уже нужно готовить романтический ужин, а я еще подарок не подарил! Где этот курьер? Здравствуйте! Вы Кристофер? Да, это я! Вот ваша посылка! Если что, вы меня не видели! Спасибо! Ну да, странный он какой-то, ну ладно! А теперь нужно накрасить губки! Блин, нужно как-то действовать! Но как? Эх, моя любимая помада, Кристоферу точно понравится! А вот и идейка! Лайла! Ты что делаешь? Я из-за тебя пол лица помадой накрасила! Ну прости, даже не знаю, как так получилось! Ты как всегда настоящая стихийная в бедствии! Я? Ладно! Доченька, и давай договоримся, если вы в ближайшие два дня не будете ссориться, то мы разрешим тебе поехать в другой город на концерт! Ничего страшного, я смою! Что? Хм, что-то здесь не так! Я в ванную! И надо выпить успокоительный чай! Ну пей-пей! Он тебе точно еще пригодится! Эх, Катя, это сумма! Согласна, дорогая! Представляешь, впервые за столько времени в нашем доме тихо! Это да! Знаешь, я в шоке, как наши девочки так долго не ругаются! А это наш разговор с Эмкой, предкиражка сработал, я уверена! да! Это настоящий отдых! Согласна, но знаешь, духу девчонок на долго не хватит! Да мы подумаем об этом позже! Хоть денек мы будем без скандала! Да, красота! Надеюсь, ей понравится! Интересно, кто это? О, Кристофер, привет! Привет, Эмма! А ты чего так рано? Ты ведь должен был заехать за мной вечером? Да, я вечером тоже за тобой зайду, просто я решил сделать тебе подарок! Подарок? Кристофер, как это мило! Ну ты проходи в комнату, я сейчас... Окей, тогда я жду тебя! Да, Манда, представляешь, она теперь целых полчаса будет отмывать эту помаду! Давай, приходи скорее, я тебя жду! О, Мелкая, привет! О, Кристофер, привет! Как дела? Все супер! Да вот, заглянул на пару минут к вам! А ты чего вообще пришел? Да вот, Эмме подарок занес! А какой подарок, если не секрет? Ну вот сейчас Эмма придет и сама посмотришь! Кристофер, какое красивое платье! Еще его любимый зеленый цвет! Тебе и правда понравилось? Ну, конечно, оно очень красивое! Оно очень красивое! платье! я хотел, чтобы ты его сегодня надела! Конечно, одену! Спасибо! Ага, конечно, наденешь! Разбежалась! Супер! Тогда до вечера! До вечера! Красивое платье! Да, красивое у меня платье! Так, к новому платью нужно подобрать новенькие туфельки! Ну, сейчас я подпорчу подарок Кристофера и идти будет не в чем! Хм, где-то у меня были ножницы! Так, где же они были где-то здесь? Так, ну и где же это Лейла? И почему она сказала ждать ее в гардеробной? Не понимаю! Вот, блин, это не Лейла! Так, где мои любимые туфли? Блин, надеюсь, Эмма меня не заметит! нет, они не подойдут под цвет моего нового платья! Нет, эти тоже не подходят! Ну, где же они? Интересно, получится ли у Лейли то, что она задумала? О, вот, нашла! О, класс! Фух, не заметила! забыла! Еще и сумочку забыла взять! Фух, вот это да! Покручу всяких блокбастеров! Интересно, сколько мне тут еще Лейлу ждать? Вот так-то лучше! новое дизайнерское решение! Эх! А так вообще идеально! Эмма будет просто неотразима! Все, пора одеваться! Лейла, а что ты делаешь возле моего платья? Я? Я? Я ничего! Не ври! Что ты сейчас сделала? Не твое дело! Как это не мое дело? Мое платье! Эммм, упс! Лейла, ты что натворила? Эй, ты чего? Ну, я просто хотела сделать твой образ более завершенным! По-твоему, дырки в платье это завершенный образ? Ну, я дизайнер, я так вижу! Лейла, это не смешно! Зачем ты это сделала? Просто так! В смысле просто так? Ладно, я не хотела, чтобы ты пошла на свидание с Кристофером! Что? Зачем тебе это? Ну, мне нравится Кристофер, а тебе он не подходит, поэтому он будет со мной! Лейла, ты в своем уме? Ты еще маленькая, чтобы о таком думать! Ничего я не маленькая! Поверить не могу! Так тебе и надо! Ну, и что мне теперь делать? Как я Кристоферу объясню, что я не в платье, которое он мне подарил? Ну, капец! Дорога, так странно! Прошел уже час, а в доме все еще тихо! Ой, переговори! Мама, папа, что случилось? На меня накричала Эмма и сказала, что я все горчу! А почему она так сказала? она решила меня подставить и порезала платье и сказала, что это я! Эмма? Нет, она не могла такого сделать! Ну, папочка, я этого не делала, зачем мне это? Лейла, я же всегда вас слушаю, Эмма только то и делает, что поставляет других! Мы же уже об этом с ней говорили! и обещали, что если опять такое произойдет, она будет под домашним арестом! Правильно, правильно! Может быть, хоть одумается! Так, все, идем! Нам нужно серьезно поговорить с Эммой! Согласна! Ну, держи, дочка! Так, ну, вроде готов! Так, осталось только причесаться! Зинок, ты случайно не видел? Ого! Какой ты нарядный! И что за повод? Неужели собрался на свидание? Да, я приготовил для Эммы ромочекистский ужин! Ого! Какой же ты молодец! Мам, ты чего? Ладно, хорошо провести вам время! Эмм, стой! А? Ты что вообще искала? Я? Ну, да! Да я уже и не помню! Понятно! Ну, ладно, не буду тебя отвлекать! Ой, и мне уже пора уходить! Ну, что же это такое? Ничего не получается! Эмма! Ты ничего не хочешь нам сказать? А знаете, хочу! Лейла испортила мое платье! Не ври! Зачем ты подставляешь Лейлу? Что? В смысле подставляешь? Лейла нам все рассказала! Мы от тебя такого не ожидали! А, ну, понятно! Она наговорила вам там, а вы ей поверили! Так, Эмма, мы тебя вообще-то предупреждали! Ну, я же правда ничего не делала! Мы обещали, что если еще раз такое повторится, ты будешь наказана! Так вот, мы с удовольствием сдержим свое слово! Ну, класс! А мое мнение тут никого не интересует! И вообще, мне пора собираться на свидание! Ага, сейчас! Никуда ты не пойдешь! В смысле? Ты под домашним арестом! Папа, ну, не честно! Ничего не хотим слушать! Подумай над своим поведением! Ну, мам! Все! просто класс! Ну, и что мне теперь делать? Ужас, как скучно! Где же эта Лейла? Привет, Аманда! Прости, что так долго! Да ладно, как там твой план? Рассказывай скорее! Все супер! Конечно, поначалу все пошло немного не так, потому что Эмма заметила, как я порчу ее платье! И что? Она узнала обо всем, да? Ну, мне пришлось все рассказать, но я рассказала родителям, что это она меня подставила! Да ладно! Да, ее наказали, и она сегодня никуда не пойдет! Класс! План реально сработал! Подожди, а как ты тогда собираешься рассорить их с Кристофером? Ну, я приду на свидание вместо Эммы! Что? Ой, вот это ты придумала! Да, только мне нужно выбрать с ног сживательный наряд! Пока тебя не было, я пересмотрела весь ваш гардероб! И, кажется, нашла отличный вариант! Ого, а ну-ка показывай! Так, оно было где-то здесь! Так, ну, давай искать! все готово! Нужно позвонить Эмме и узнать, где она! О, нет, разряжен! Остается только ждать! Красиво здесь! Хорошо, я подготовился! Да уж, дорогой, недолго мы с тобой смогли отдохнуть! Ну, может, хоть наказание поможет! Но мы пытались с ней поговорить, и у нас ничего не получилось! Вот-вот! Ладно, Кат, давай успокоимся и выпьем еще одну чашечку чая! Слушай, ты же можешь мне сделать, мне нужно еще кое-что доработать! Ты неисправима, дорогая! Спасибо, любимый! Поверить не могу! Почему они только ее слушают? Так, нужно позвонить Кристоферу и рассказать всю ситуацию! Странно, он недоступен! И что теперь делать? Капец! Ну, Лейла, где ты там так долго? Ну, как я тебе? Вау! Просто сногсшибательно! Скажи, мне тоже очень нравится! Я думаю, Кристофера ценит! Сто процентов! Мы же так старались! Ну, все, я пошла! Пожелай мне удачки! Удачки, подружка! Спасибо! Да, любовные дела! Ну, мне тоже пора! Ну, где же она? Эмма была так рада моему подарку! Надеюсь, она придет! Еще и телефон сел, не написать, не позвонить! Приветик! Лейла, привет! Стоп, а что ты здесь делаешь? Да вот, решила тебе компанию составить! Стоп, а где Эмма? У нее все хорошо? Ну, как тебе сказать? Она сказала, что не хочет идти к тебе на свидание! В смысле? Да, вот так вот взяла и сказала! Да нет, она не могла так сказать! Да, она наше платье, которое ты ей подарил, испортила! Как испортила? Ну, сказала, что такого уродливого платья ей еще не дарили и зачем ты его порезала? Нет, что-то здесь не так! Она бы точно мне об этом сказала! Эй, ты куда? Как куда? К Эмме! Мне нужно срочно с ней поговорить! Но, у тебя же есть я! Лейла, не шути и так! Но, я же не шучу! Стой, подожди меня! Блин, надо когда отсюда вымираться! Может, через окно? Хотя, прыгать будет слишком высоко и Кристофер как назло трубку не берет! Капец! Сходила на свидание! Знаешь, Джек, я-то подумала! О чем, дорогая? Может, мы погорячились? Думаешь, мы зря накричали на Эмму? Нет, просто можно было как-то с ней лояльнее поговорить! Ну, не знаю! Мы так накричали на нее! Может, стоит извиниться? Думаю, что ты права! Конечно, Эмма плохо поступила, но... Но, она же наша дочь! Ладно, пойдем с ней поговорим, ну и извинимся за то, что мы накричали! Пойдем, дорогой! Кристофер! Ну, стой же! Чего тебе? Ну, зачем тебе это Эмма? Я так переживаю, наверное, она не захочет с нами разговаривать! Не знаю! Да зачем тебе нужна это Эмма? Стой! Там, кажется, Лейла с кем-то разговаривает! Да, давай послушаем! Согласен! В твоем окружении есть девушка, которая подходит тебе гораздо больше! Лейла, ну что ты намекаешь? Я не понимаю! На себя, например! Ты серьезно? Но ты же маленькая еще! И ничего я не маленькая! Я что, зря старалась столько! А что ты делала? Да все! Я сделала так, чтобы Эмма не пришла к тебе на свидание! Стоп! Так это ты все построила? Да, просто потому, что ты мне очень нравишься, а ты на меня совсем не обращала внимания! Конечно не обращала, у меня же есть Эмма, и кроме нее мне никто не нужен! Ну и чем же она тебе так нравится? ничего привлекательного! И вообще ты еще ребенок! Да сколько раз уже говорить! Я не маленькая и совсем уже не ребенок! Так все, с меня хватит! Лейла, где Эмма? В комнате под домашним арестом! Ну ты начнешь дела! Но я же для нас старалась! Что? Значит это все подстроила Лейла? Да еще и настроила нас против Эммы! Никогда не думал, что наша дочь будет себя так вести! Пойдем! Нужно извиниться хотя бы перед Эммой! Пойдем! Ну и денек! Я пропустила свидание с Кристофером и теперь он думает наверное что я специально не пришла! Лейла порезала мое новое платье и в придачу родителей меня считают плохой! Эмма как ты? Кристофер? Прости родителя меня наказали мне нужно было быть дома и я не могла тебе дозвониться чтобы предупредить тебя Не переживай я знаю что это все Лейла подстроила Да я но родители все равно вам не поверят Лейла Ну почему же не поверим? Очень даже поверим Вот это я попала Да Лейла мы с папой все слышали Поэтому в этот раз тебе не избежать наказания Ты наказана Вот вот Ну так нечестно Ну я же младшая сестра меня все обязаны любить Как раз таки все честно Пришло время отвечать за свои поступки юная леди Ну и ладно Я не считаю себя виноватой Капец Доченька Ну что Доченька прости что мы тебе не верили Мы даже не думали что Лейла смогла бы так поступить Да ладно я не обижаюсь Главное что вы теперь все знаете Ну что обнимашки Обнимашки Блин Копы на хвосте Что же делать Я не знаю Я первый раз машину угоняю Да далеко мы точно уехать не сможем Вот блин Зачем я согласился на это Сидел бы сейчас в своем картонном доме пил бы чай Ладно Приделся бросать машину и бежать с деньгами прятаться Побежали Иначе будем сидеть в тюрьме и обнимать решетку Так Вроде пока все чисто Эх Прощай малышка Надеюсь еще увидимся Так и где же спрятаться Я не знаю побежали пока туда Походу определимся Быстрее давай Ладно полезем через забор Думаю нас там точно не найдут Ты чего там ведь кто-то живет А вдруг нас увидят и сдадут в полицию А ты что предлагаешь просто стоять Эх Ладно полезли Давай быстрее Дорогая Эх Где же наш сыночек Не знаю дорогая Уже столько времени прошло с тех пор как он пропал Ну знаешь дорогой я все равно надеюсь что мы его найдем А помнишь каким он у нас был Так Юпитер Сатурн Марс Венера Прикольно Обожаю космос Звездное небо такое красивое Так Ну все задания сделал Теперь можно и поделать орегами Сыночек Ну что ты делаешь уроки А я уже все сделал мамуль Ой ты у нас такой молодец Даши остается только брать с тебя пример Она сейчас такая непослушная Ничего она еще вырастет и изменится Ладно сыночек не буду тебе мешать Мам да ты не мешаешь Кстати мы с папой ждем тебя на ужин сегодня твои любимые котлетки О супер спасибо Да он у нас был таким хорошим Да и всегда нас слушал Привет родители Что вы делаете Ничего доченька мы просто это разговариваем И чай пьем Да Ну да я так и поняла Да понятно Постой доченька ты чего вообще приходила Да я хотела спросить или посмотрим мы все вместе кино Ой доченька мы не знаем возможно нам опять нужно будет ехать и расклеивать объявления Ну мы очень постараемся найти время и посмотреть какой-то фильм Да да Вот Класс Отлично Тогда я пошла Знаешь Джейк мне кажется уже нужно прекращать надеяться что Сэм найдется Все будет хорошо Ну только посмотри у нас есть Даша Она такой хорошей девочкой выросла И то правда Согласен Сынок Ах Местерная Фух Наконец-то оторвались Ага чуть не попались Да ладно Это точно без меня Ты чего Не будь такой занудой Спасибо Мне хватило грабежа банка и угона машины Ладно сам полезу Скучно с тобой что там Я вообще был против этой идеи изначально поэтому подожду тебя снаружи Ладно тогда я полезу а ты будь здесь и это смотри чтобы деньги не украли Дуй бы это залезть Да Родители до сих пор его не забыли Но если честно я тоже по нему скучаю Нет Сейчас поймаю тебя Сэм я так обожаю играть с тобой в догонялки Я тоже с тобой так весело сестренка А сейчас тебя догонять буду я Ну попробуй Теперь ты водишь Хорошо сейчас тебя поймаю Да с ним было весело Интересно где он сейчас Алло Привет подружка А Бритни это ты приветик Так и когда мы уже с тобой встретимся Давай может сегодня Давай А где Приходи ко мне поедим вкусняшки Супер договорились Пока 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 подружка Так Думаю это окно подойдет Вроде бы внутри никого нет Будь осторожен чтобы тебя никто не заметил Мне нужно взять золото и деньги А если ты ничего не найдешь буду шантажировать хозяев этого дома Ладно расслабься Шучу я шучу Все я полез Ладно Удачи Так Это еще что такое Откуда здесь мои фото Да еще и столько Дин с тобой там все нормально Дин Эй Дружище ты меня слышишь Блин дело плохо Нужно валить отсюда пока меня не поймали Стойте вы кто Я случайно здесь оказался даже не знаю как так получилось Постой Сэм это ты но почему ты лысый Нет нет вы меня с кем-то перепутали я один да нет я точно знаю это ты мой сын только почему ты без волос вы чего да я вас впервые вижу мужчина какой цель пойдем я покажу маме представляю как она обрадуется маме отстаньте от меня мне вообще пора идти уже отсюда сыночек ты чего ты же дома расслабься пойдем Кэт Кэт смотри кто у меня Кэт Кэт странно что там за шум Джейк что ли опять в туалете застрял дорогая смотри кого я тебя привел Джейк если это опять еще и ты котенок то я до себя не ручаюсь мы и так ели приведущих 20 раздали Кэт это не котенок Сэм это ты не могу поверить своим глазам сыночка если честно без начала показалось что у меня галлюцинация если ты тоже его видишь то такой прикольный у нас сын да кто вы такие вообще я вас впервые вижу ты что нас не узнаешь ну сынок ну я же говорю нет ну как же так я точно знаю что это ты Семочка так давайте все отсудим здесь явно что-то не так я вообще не понимаю как Сэм может нас не узнавать очень просто потому что я не Сэм один ну какой же ты один слушай а что ты помнишь из своего детства ничего ничего как это с какого момента помнишь ну я помню все примерно с момента когда мне было 12 лет ну вот а ты пропал как раз в 12 лет но я не понимаю почему ты нас не помнишь ну я проснулся в больнице и мне сказали что я потерял память ну так сыночек ты все вспомнишь я Джек твой папа а я твоя мамочка очень приятно наверное теперь ты будешь жить с нами мы так под себя скучали да ты себе не представляешь как мы ждали этого момента да уж такого поворота событий я точно не ожидал кстати ты наверное не помнишь но у тебя еще есть сестренка так что иди познакомься с ней да она должна быть в своей комнате представляет как она обрадуется интересно какой она будет надеюсь крутой я не верю я просто не верю в то что мы его нашли наш сынок нашелся класс Бритни такие смешные приколы скидывает просто закачаешься привет прикольненькая комнатка у тебя эй вы сэм не верю своим глазам ну получается да вроде я я в шоке братишка братишка ого а это что за татушки над мамой с папой решил прикольнуться еще и лысый такой не поняла они что настоящие ну да а ты что думала я же крутой чувак ну да ты конечно так изменился я даже не знаю каким я был раньше поэтому я такой какой я сейчас привыкайте кстати а где ты пропадал все это время это долгая история родители тебе потом обо всем расскажут ладно ну я пошел в свою комнату буду обживаться тут йоу ага твоя комната через стенку окей спасибо вот это поворот нужно будет поговорить с родителями насчет этого всего так думаю этот наряд подойдет идеально осталось только выбрать себе макияж нужно что-то очень яркое может эти тени нет они совсем не красиво выглядят с моим цветом глаз точно у меня же есть такая классная палетка так где же она о вот она нашла нужно поспешить а то уже пора идти эх джек я даже не знаю что делать ты о чем дорогая ну как наша семья теперь в сборе мы так долго ждали этого момента но знаешь теперь я в растерянности эх то же самое кстати сэм так изменился ага это уже совсем этот добрый и милый мальчик которого мы помнили родители мне нужно серьезно с вами поговорить да доченька что случилось я не понимаю что произошло с сэмом да уж я просто его не узнаю если честно дэша то мы тоже но главное ведь что он вернулся и сейчас он дома это да но я ожидала увидеть другого сэма а не этого злого лысого мальчишку доченька ну что поделать нам придется принять его таким какой он есть ага кстати а что с ним случилось где он был все это время он сказал что не помнит очнулся в больнице и все бедняжка да он потерял память и поэтому нас не помнит что как это не помнит вот так вот доченька поэтому нам придется ознакомиться с ним заново да и будь лояльнее к нему ну ты же все таки его младшая сестренка ладно да что то у них не залазилось ничего у них же есть родственные связи как не как я надеюсь подружатся ага так смотри как она плачет прикольно стоп это еще что такое пропал мальчик зовут Сэм кто найдет большое вознаграждение звоните если есть любая информация тут этот мальчик удивительно похож на Дина может я приведу Дина этим людям и они дадут мне вознаграждение точно так и сделаю только надо сначала вытащить его из того дома им нужно на всякий случай забрать это с собой чтобы никто не увидел эх подруга как я рада что мы наконец-то с тобой встретились вот-вот ты даже не представляешь что у меня произошло рассказывай скорее уже не терпится посплетничать а тут нас никто подслушивать не будет не переживай точно нет в общем я рассталась со своим парнем представляешь да ладно почему он сказал что видит ли у меня некрасивое платье вот козел не понял кто козел надеюсь не я Даша но ты же говорила что никто подслушивать не будет а я и не подслушивал мне и не надо вы девчонки как всегда о парнях говорите а я вижу что ты знаешь о чем девчонки говорят что сам сплетничаешь а она прикольная эй Сэм ты чего завис иди давай в комнату может я не хочу мне и с вами весело это просто выносимо слушай Сэм я не люблю наглых парней поэтому иди отсюда а я никого никогда не слушаю ясно иди лучше открой двери может доставка пиццы привезла вкусности опа это я люблю всего один день в этом доме а уже достал меня а мне нравится люблю таких парнишек опа привет извини я тут вашу пиццу съел она просто так вкусно выглядела ты как всегда Макс стой я вообще думал что тебя в полицию сдали а ты мне еще двери открыл ну так получилось может своего друга в дом пригласишь а а да конечно проходи спасибо ты что серьезно тебе реально понравился сэм ну а что я теперь свободная девушка мне можно ну да прикольный домик все такое дорогое ты как вообще сюда попал слушай друг давай пойдем в комнату поговорим приветик я Бритни привет я Макс а ты кто это моя Даша просто Даша приятно познакомиться Даша присоединяйтесь к нам мальчики с удовольствием нет мы пожалуй пойдем не будем мешать вашим девчачьим разговором эй эй ну я ведь еще не договорил ну потом договоришь эй а он такой крутой кто макс подруга определяйся уже как это сложно когда вокруг столько крутых пацанов где же наша пицца может курьер и не забыл или вообще съел не знаю нужно позвонить и пожаловаться на компанию доставки и что же нам теперь кушать блин чувак круто ты устроился ага скажи скажи не знаю стоит. Я не знаю, сколько здесь продержусь. Да. Вот, вот тот самый магазин одежды, о котором я тебе говорила. Что ты здесь хочешь найти, дорогая? Нужно сам выбрать новую одежду, потому что старая ему вряд ли подойдет. Это точно. Но нужно выбрать что-то такое, чтобы не стыдно с ним было выйти даже куда-то. Даже не знаю, что ей выбрать. У него такой странный стиль в последнее время. Я в шоке. О, а может рубашечку? Смотри, красивенькая, полосатая. Нет, я сомневаюсь, что он такое наденет. Разве что. О, я точно знаю! Футболки! Тогда давай мне возьмем одну. А? Джейк, мы выбираем одежду сыну, а не тебе. Но я же тоже хочу. Нет, Джейк, мы тебе футболку покупать не будем. Ты же папа и должен быть одет в соответствующем. Ладно. Ну, если хочешь, мы можем тебе купить... О, вот эту вот рубашечку. Смотри, какая прикольная. Эм, нет. Давай лучше перейдем к выбору футболки сама. Ладно. О, слушай, а как тебе вот эта вот футболочка? Ну, дорогая, если честно, то мне не очень. Ладно, тогда поищем вариант получше. О, нашел! Вот эта футболочка, думаю, ему подойдет идеально. Ему точно понравится. Все, решено. Берем эту. Ну что, идем на кассу? Да. Эм, продавец, ау! Идите к нам! Вы где? 55, 34, это готово. Осталось всего лишь 9 страниц? Какой кошмар, не понимаю, зачем столько задавать? Мне нужно пару минут отдыха. Сделай сториз. Так, и нужно обязательно отметить Бритни. Готово. Даша, нам нужно поговорить. Эм, что? О чем? Хм, что это ты делаешь такое? Ты что, не видишь? Уроки учу. В отличие от тебя я еще хожу в школу. Там так скучно. Зачем она вообще тебе нужна? Не понимаю. Короче, у меня есть к тебе пару вопросиков. У тебя ко мне чего бы это? Слушай, мне тут вдруг интересно стало. Что? А у Бритни есть парень? Из чего ты это спрашиваешь? Ну, я же говорю, просто интересно стало. Вот и все. Нет, у нее нет парня. О, крутяк. Если это все, то иди давай, я занята. Эм, нет, я еще хотел сказать, пригласи Бритни на свидание, пожалуйста. Что? Ну, пригласи, только не говори от кого это. Хочу сделать ей сюрприз. А с чего я должна тебе помогать? Ну, хотя бы из уважения к тому бывшему Сэму. Ладно. Супер. Тогда скажи, что сегодня вечером в кафе в семь. Окей. Но ты же помнишь, не говори, что это я ее пригласил. Я все помню. Договорились. Спасибо. Пожалуйста. Ай, больно же. Аккуратней. Бритни, извини, я тебя не заметил. Ну, ничего, я в порядке. Все нормально. Вот я неуклюжий. Кстати, я хотел спросить еще в доме. Секундочку. Алло, приветик. Привет еще раз, подруга. Слушай, тут такое дело. Да-да, я вся во внимании. Тут один молодой человек хочет тебя пригласить сегодня в кафе на семь вечера. Ого, а кто он? Этого я сказать уже не могу. Увидишь, когда придешь. Ого, заинтриговала. А он хоть красивый? Эээ, скажем так, не в моем вкусе. Хе-хе, значит, точно красивый. Не обижайся, если что. Все нормально. Ладно, тогда пока. Хе-хе, класс, спасибо, пока. А кто это там красивый, а? А тебе какая разница? И, кстати, о чем ты там хотел мне сказать? Я вообще-то хотел пригласить тебя на свидание. На свидание? Ага. Ну, не знаю. В общем, встретимся в семь вечера на этом же месте. Я буду ждать. Если захочешь, придешь. Ладно, договорились. Я надеюсь, что ты придешь. Буду очень ждать. Ну, посмотрим, кто из них будет красивее. С тем и пойду на свидание. Хорошо, что хоть кафе близко отсюда, не придется далеко бегать. Эх, ладно. Да, мой братец, похоже, влюбился. И, насколько я помню, это впервые. Хотя мы столько лет не общались, что мне кажется, что я даже не знаю его. Эх, ладно, пора делать дальше домашнее задание. Ну, по крайней мере, осталась только литература. Так, или на какой я там страничке остановилась. Так, нужно выбрать какой-то новый образ, а то этот... Фу-фу-фу-фу. Я уже не помню, когда его менял. Так-с. Что тут у нас есть интересного? да уж, этот для свидания точно не подходит. Слишком странно. А этот вообще... Блин, даже выбрать не из чего. Капец. Сыночек, привет. Привет. А мы тебе с мамой кое-что купили. Не понял, что там уже такое у вас. Смотри, какая крутая футболочка. Ну, сынок, тебе что, не нравится? Нет, вы что, очень нравится. Такая вся интересная. Тогда держи. Мы очень старались выбрать тебе самую классную футболку. Спасибо, родители. Ну, ладненько, мы тогда пойдем и будем тебе мешать. Да, и это, вечером тебя будет ждать семейный ужин. Ну, то есть, вкусняшки. Блин, мама, папа, я не могу вечером. Как это не можешь? У тебя что, есть какие-то другие планы? Ну, я с девушкой иду на свидание. Ого, ну, тогда ради тебя мы можем поужинать и позже. Заодно сразу и расскажешь, как все прошло. Да, хоть поговорим все вместе нормально. Договорились. Удачи, до свидания. Ох, дверь. Да, это, конечно, не лучший вариант, но, по крайней мере, лучший из тех, что есть. Поэтому не все так плохо. Так, мне нужно выбрать, что одеть. Но я должен выглядеть сногсшибательно. Так, но выбор невелик. А, может, это подойдет? Хотя нет, слишком тускло. А может, о, точно, вот это. Так, где-то у меня еще были перья. влюбиться. вот же они. Какой шарм они мне придадут. Она точно в меня влюбится. Ладно, пора переодеваться. Ну, вроде красавчик. Хотя нет, лысином блестит не так как нужно. О, ты уже собираешься? Да, ну, как я выгляжу? Слушай, прикольно, футболка крутая такая. Все-таки у тебя есть вкус. Старался. Так что, я готов? Ну, не знаю, это ты уже сам решай, но образ классный. Так, чувак, не бойся, она же просто девчонка, а это просто свидание. Знаешь, Джек, я только что поняла, что наши дети стали совсем взрослыми. Ага, да, сам уже ходят на свидание, то уму непостижимо. Интересно, а когда у Даши появится парень? Дорогая, не загадывай, ты же знаешь какой-то для меня стресс, видеть какого-то ухажера у нашей дочери. На это все равно когда-нибудь будет. Да уж. Ладно, давай готовить наши фирменные булочки на ужин, дети точно обрадуются сладостям. Ух ты, а булочки с чем? С маком, как я люблю. Ага, и с вишнями, сегодня у нас просто праздник живота. Класс, давай переступать. Вот, все ингредиенты уже на столе. Так, молоко, мука, яйца, сахар и корица. Да, все очень просто. Так, давай приступать. Сначала нужно насыпать му и замесить тесто. Ага, так. Насыпай, насыпай давай. Сыплю я. Еще нужно добавить яйца, вот так вот. Раз, и два. А дальше дай угадаю. Налейте молоко. Странно, как ты догадался, даже не знаю. Вот такое у тебя. Молодец. Жи-жи. А, молочко. То есть, ты стой, хватит, все. Хорошо. Официант, ну где же мой заказ? Скоро моя будущая девушка должна прийти. Да, да, еще пару минут и я бегу. Сэм, привет. А, что ты здесь? Да, это я тебя пригласил на свидание. Ого, не ожидала я, конечно, такого. Подожди, сейчас мы принесут чего-то вкусненького. Так, так, почти готово. Слушай, мне нужно отойти ненадолго. Что-то вчера съела целый день живот болит. Да, да, конечно, я тебя подожду, красотка. Я быстро. Эх, какая же она все-таки красивая. Так, нужно срочно позвонить Даше. Алло, Даша. Да, что-то случилось, Бритни? Ты уже на свидании? Да, ты почему не сказала, что меня пригласил Сэм? Ну, он просил не портить сюрприз. И что мне теперь делать? Я же не могу одновременно пойти на свидание с двумя парнями. В смысле с двумя? Бритни? Я еще пообещала Максу встретиться сегодня. Вот блин. Ну, подруга, придется тебе выбирать. Ладно, давай, буду держать тебя в курсе. Ладно, пока. Так, сейчас нужно срочно идти к Максу и выбирать между ними. Где же наши булочки? О, ну вот, булочки уже готовы. Пора их доставать из духовки, Джейк. Сейчас вы, Супермен, с этим справиться. А, что? Ай, горячо. Джейк, аккуратней, ты чуть не вывернул булочки на пол. Э, да все нормально, не упали же. Как же они вкусно пахнут, так и хочется съесть поскорее. Ага, надеюсь, там не будет долго задерживаться. Ладно, давай будем перекладывать булочки на тарелочки, чтобы все было готово к приходу наших деток. Ага, давай. Ну, где же она? Скорее всего, не придет. Только зря выбирал этот образ. О, привет. Э, Макс, привет. А что это ты на себя одел? Ну, как что? Смотри, какие перья прикольные. Так долго их искал. Ну, да, интересный образ. И что же мы с тобой будем делать? Ну, мы можем погонять в мяч или догонялки. Макс, ты серьезно? Я в юбке не буду в такое играть. Почему? Ну, тогда я не знаю. Ну, я думала, что мы пойдем в кино, ну, или хотя бы на пикник. Ну, у меня нет денег на это, поэтому я тебя и позвал в мяч поиграть. Ну, ладно, у меня нету времени на это, я очень спешу, пока. Эй, ты куда? Извини, я обещала маме помочь, не важно, короче, я пошла. Эх, пока. И опять ничего не получилось. И почему все девочки, с которыми я хожу на свидание, такие? Странно, где же Бритни пропала? Надеюсь, она не решила. Сэм, извини, что так долго. Ничего, я уже было подумал, что ты решила сбежать. Нет, ты что, как ты так мог обо мне подумать? Пожалуйста, ваш заказ. Приятного аппетита. И это, по-вашему, лучшее блюдо от шефа? Именно, не возмущайтесь, а ешьте. Да уж, выглядит несъедобно. Слушай, там мои родители должны были готовить вкусный ужин. О, нужно обязательно сходить, а то этим мы явно не найдемся. Если честно, у меня и вообще нет желания это есть. И платить за это я тоже не хочу. И что нам делать тогда? Бежим! А, в смысле, куда? И чего-нибудь? Э, вы куда? Заплатить? Вот блин, почему-то никто не хочет платить за это блюдо. Придется опять собакам отдавать. Им-то точно понравится. я даже не представляла насколько ты крутой. Я и не такое могу, я даже раз угнал машину. Серьезно? Класс! Ладно, побежали, пока официантка не вызвала полицию. Бежим! Бежим, бежим! Но мы еще долго будем ждать Сэма. Я так хочу кушать. Я думаю, он с минуты на минуту должен прийти. Доченька, ты не представляешь, насколько я хочу съесть эти булочки. Но мама сказала ждать. О, родители, вы нас ждете, да? Всем привет! О, Бритни, здравствуй, не ожидала тебя здесь увидеть. Садитесь быстрее, я уже так хочу съесть эти аппетитные булочки. Ну что, все-таки выбрала Сэма? Ага. Ну чего вы сидите? Угощайтесь, мы с папой очень старались. Родители, какая вкуснятина. Я только рад, что мы наконец-то все с Боря. Вас очень люблю, семья. И мы тебя. Как же мне не хочется отдавать тебя в этот приют, доченька. Я бедная и не смогу воспитать тебя. Единственное, что есть этот семейный кулот, который будет всегда рядом, как и я. это, конечно, не вечеринка в клубе, но все равно прикольно. Любимая, а мне кажется, что твои родители неплохо все придумали. вот именно мы так старались. А с друзьями ты еще успеешь отпраздновать. Фух, я уже натанцевалась. Так, может, пришло время к подарочкам? Точно! Сейчас посмотрим, что вы там такое приготовили. Я очень старался. и дарю тебе эти замечательные носки. Да уж, я даже не знаю, что бы сделала Брэндону за такой подарок. Ух ты, какой прекрасный подарок. Ага, ты не стоишь, как долго я их выбирал. Надеюсь, мы с родителями постарались. А мы с мамой удивим тебя немножечко позже. Это еще почему. У нас сегодня совсем не было времени, чтобы его забрать. так что все завтра. Ладно, подожду. Хуже носков все равно уже быть не может. Ну что, немного отдохнули, теперь можно дальше тусить. Это точно, югул. Эх, как жаль, что мои всех друзей забрали. Ой. Эх, остался танкаться с кулом. Лили, аккуратней там. Надеюсь, мне тоже скоро появятся родители. Любимая, мы точно правильно идем? Ну конечно, мне по телефону сказали, что здесь есть то, что нам нужно. Как-то все это не так. Мы даже не посоветовались с Виолеттой. Брэндон, это же должен быть сюрприз. заходим. Я что-то волнуюсь. Нас вообще-то уже ждут. Ох, уж эти нерешительные мужчины. Здравствуйте. А я как раз вас жду. А это кто еще такие? Ой, мы немного задержались. Ничего страшного. так, а где все дети? У нас на самом деле осталась только одна девочка. Ой, какая она хорошенькая. Думаю, Виолетте понравится ее новая сестричка. Так что, вы будете ее забирать? Конечно, конечно. Вот и хорошо. Лили, это твои новые родители. Правда? Я папа Брэндом, а это мама Софи. Ура, этот самый лучший день. Какая ты милашечка. Ну что, можете забрать ее прямо сейчас? Вот и хорошо. Пошли, Лили. Покажем тебе новый дом. Эх, как же хорошо, что у всех появились родители. Эх, да, она еще спит. Думаю, с самого утра получить подарки еще приятнее. Доченька, просыпайся. Разве ты не хочешь увидеть свой подарок? Ну ладно, ради этого можно и проснуться. Вот и хорошо. Тем более, что ты такого не ожидала. Ну давайте уже показывайте. В общем, Лили. Кто еще такая Лили? Привет, сестренка. Это что, шутка какая-то? Ну нет же. Мы подумали, что тебе скучно и решили взять с приюта сестренку. Я думала, что носки это худший подарок. Ну доченька, чего ты так? Тем более, я буду с тобой играть. Ну спасибо вам родители. Это лучший день рождения. И чего она злая такая? Но моя сестричка меня не любит. Эй, ты чего? Это не правда. Ей просто надо привыкнуть. Точно? Ага, как? Может не нравится такая маленькая прелесть? Ты представляешь, подари мне какую-то сестру. А что, я думаю, это прикольно. Ты что, совсем? Ты представляешь, сколько это хлопот? Ты только подумай, ты сможешь ее учить всяким девчачьим штучкам. Ага, а еще следить за ней, проводить время, знаем мы такое. Виолетта, ну не будь такой злой. Ах, это я значит злая? Ну не я же тут кричу. Да я тебе здесь рассказываю о своих проблемах, а ты... Ну понимаешь, не всем же везет иметь брата или сестру. Ну я же этого не просила у родителей. В общем. Эй, ты куда? Ты меня совсем не понимаешь. вот и провели время вместе называется. Ох, уж эти девочки. Лилий, может ты голодна? Нет, спасибо мамочка. Точно! Может ты конфетку хочешь? Брэндон, это же для фиолеты. Ничего, купим потом еще что-то. А сладенькое съем с удовольствием. А может тебе чай сделать? Не хочу. Да уж, я вообще забыл, как ухаживать за маленькими детьми. И я. Но это так прикольно почувствовать себя снова родителями. А да, а то Виолетта совсем взрослая. Ничего себе, как тут круто. А сколько косметики. Хочу быть такой же красоткой, как старшая сестра. А ты что тут делаешь? О, Виолетта, привет. И где ты взяла этот шоколадный батончик? Меня угостили родители. Они что, совсем? Это же все мое. Не будь жадина. И почему тут такой беспорядок? Я просто хотела посмотреть. Да ты вообще понимаешь, сколько это все стоит? Ну мне это тоже интересно. Так, марш из моей гримерной. Злюка. Бе-бе-бе. Нужно срочно поговорить с родителями. А пока нужно отвлечься. Точно. мне же нужно выбрать наряд на школьную вечеринку. Так, что тут у нас? О, это платье, думаю, то, что нужно. Надеюсь, сегодня хоть что-то заработаю, а то так хочется кушать. Ну что, Лили, тебе нравится прогулка? Ага, спасибо, мама. Как же хорошо, что теперь есть степь? О, мам, а давай немного поможем этой тете? Конечно, доченька, бедным нужно помогать. Держим. Спасибо. Здравствуйте. Ой, какая хорошая девочка. Это вам. Спасибо тебе. стой. Что такое? А откуда у тебя этот кулон? Доченька, давай быстрее там. В приюте сказали, что этот кулон от моей родной мамы. Ты была в приюте? Ага, вот только недавно. Лили. Ладно, мне нужно бежать. Солнышко, пошли, а то мы опоздаем в кино. Конечно, мам, пошли. Это что, моя дочь Лили? Как она выросла? А я до сих поджале, что отдала ее. Нужно срочно что-то придумать. Надеюсь, завтра день будет намного лучше. Привет, солнышко. А ты чего пришел? Ты что, до сих пор злишься? Ты вообще-то мой парень и должен меня во всем поддерживать. Давай просто забудем об этом. Ладно. Надеюсь, хоть с тобой ссориться не буду. Кстати, как ты провела день без меня? Даже не спрашивай. Родители все время уделяют время этой ужасной Лилии. Но она же маленькая. Ага, а еще я разрешаю делать все, что она захочет. И даже Дали мой шоколадный батончик. Мне кажется, что здесь кто-то ревнует. А вот и неправда. Ты просто не злись на них и сделай вид, что все как раньше. Ну я не могу так. Ладно, давай не об этом. Я вообще пришел спросить, идешь ли ты завтра на школьную вечеринку. Ну конечно. Я уже даже выбрала наряд. Вот и хорошо. тогда увидимся завтра, любимая. Пока-пока. Фух, хоть что-то сделала этот вечер лучше. Эх, как я круто провела время с мамой. О, а это что за красота? Какое классное платье. ой, Виолетта очень разозлится. Сделаем вид, что это не я. Надеюсь, это понравится нашей дочке. Ага, каша с фруктами это лучшее, что может быть для ребенка. Доброе утро. Доченька, проходи, садись. Мы так старались приготовить для тебя что-то особенное. Так вкусно пахнет. Приятного аппетита. Ага. О, я надеялась, что эта малявка еще спать будет. Эй, Виолетта, чего ты такая грубая? Вы лучше скажите, есть что-то перекусить? Ой, мы целое утро готовили кашу для Лили. Ну, ты можешь сама сделать для себя бутерброды. То есть для этой каша, а для меня ничего? Я не это, а Лили. Виолетта, ты просто обычно не завтракаешь. Все с вами понятно. Она что, обиделась? Не знаю, она просто не в настроении. Фу, какая противная эта мелкая. Доченька, не обращай внимания, лучше кушай. Все внимание только этой манявки. Как меня это достало. Ладно, сегодня хороший день, школьная дискотека. А это что еще такое? Хотя я знаю, кто это сделал. Еще и времени нет, придется идти в этом. Ну что, я думаю, мы с Виолеттой будем самой красивой парой. Интересно, какой же наряд она выбрала для себя? Доброе утро. Что-то по твоему голосу не скажет, что оно доброе. Мне, как обычно, испортила его эта малявка. Ну, солнышко, не расстраивайся. Ага, теперь я не смогу быть в своем классном платье. А это еще почему? Потому что Лили не смазала его мороженым. Ах, типичный ребенок. А мне что теперь с этим делать? Разве это проблема? Ты у меня и так самая красивая. Не знаю, что бы я делала без своей поддержки. Теперь я даже не расстроена, что у меня нет наряда. После объятий станет еще лучше. Какая сегодня прекрасная погода. Как мне хочется проводить больше времени со своей дочерью. О, блин, кто это там такой? Кажется, она меня увидела. Здравствуйте, а вы что тут делаете? А я тут мимо проходила и тебя узнала. Не не я с вами разговаривать. Но вы же не знакомка. Ладно, тогда я пойду. До свидания, хорошенькая тетя. Пока- пока. А теперь пора закинуть мяч в кольцо. Раз заквай. сегодня надо точно рассказать о нашем уезде. Я что-то так переживаю. Ага, Лили такая маленькая. Но нас не будет всего два дня. А еще мы оставим покушать и деньги. Ладно, надеюсь, Виолетта совсем справится. О, а я вас везде ищу. Да, доченька. Вы знаете, что ваша Лили испачкала мне платье. И что, его же можно постирать. Так, вообще, я пришла вас о кое-чем попросить. Что такое? Мне нужно срочно прикупить себе что-то новенькое. Но мы потратили все свободные деньги на одежду для Лили. Что? Но она же из приюта. У нее ничего не было. Я считаю, что это уже перебор. доченька, ну не злись. Тем более, у нас скоро появится снова много денег. В смысле? Мы с мамой едем на рабочую конференцию. которая будет длиться целых два дня. Это значит, что дом полностью в моем распоряжении. Только не забывай, что у тебя есть еще маленькая сестричка. Вы что, не забираете ее с собой? Но у нас не получится. Ладно, ради новых шмоток я готова потерпеть. Мы знали, что ты у нас самая лучшая дочь. Ладно, любимая, нам пора собирать вещи. Уже иду. Да, уж придется что-то придумать с этой мелкой. Так, еще немного. И так, давно я не проводил время за своей девушкой. Нужно срочно что-то придумать. О, нужно показать, насколько сильно я ее люблю. Алло, мне срочно нужен романтический ужин на двоих. еда в холодильнике, деньги у Виолеты. Любимая, у девочек все будет хорошо. Вот именно вам, я обо всем позабочусь. Ладно, а когда мы приедем, ты получишь свой шопинг. Мамочка, папочка, я буду очень скучать. Мы по тебе тоже будем, малышка. Ага, и слушайся старшую сестру. Все, можно как-то обойтись без этих нежностей. Ладно, не скучайте. Если что, звоните. Фух, наконец-то они уехали. Виолетта, я хочу кушать. Ты же слышала, еда в холодильнике. Но ты же должен нам не помочь. Сама разберешься. Надеюсь, родители скоро вернутся. Наконец-то мы можем провести время только вдвоем. Это точно. Мне так приятно, что ты это все устроил для меня. Но ты же моя любимая девушка. А ты мой любимый парень. Эй, Виолетта, мне кажется, ты про меня забыла. Ты что тут делаешь? Я же тебя дома оставила. Да уж, шикарный романтический вечер. Страшно, в одном большом доме. У меня вообще-то романтическое свидание. Виолетта, пусть тихонько садится уже. Ладно. Спасибо, сестренка. Так вот, последнее время, так мало времени, что... Виолетта, я вообще-то хочу кушать. Ты что, совсем обалдела? Виолетта, не звись. Ладно. кстати, я тут такое нашла. Что это? Это фотки Виолетты. Ха, она здесь такая смешная. Ага. Эй, что это вы там такое смотрите? Тут Лили не показывает твои старые фотки. Что? Где ты их вообще взяла? Как где? Дома? Виолетта, не злись. Ты там такая милашка. Ты правда так думаешь? Конечно. Так чем мы интересным займемся? Лили, ты мне все только портишь. Но я же не хотела. Виолетта, ты куда? Да стой же ты. Да уж. Не думала, что будет так все скучно. Лили не выходит у меня с головы. Она такая маленькая и хорошенькая. А может мне просто пойти к ее родителям и сказать, что я настоящая мама? Точно! Тогда я может хоть иногда смогу проводить с ней время. Так, родителей не будет два дня, поэтому я завтра смогу закатить тусовку. А родители об этом знают? Да какая разница? Я могу делать все, что захочу. А если я все расскажу? Только попробуй, ты мне уже и так все испортила. Ну хотя бы поиграй со мной. ты понимаешь, что мне это не интересно? Тем более столько всего нужно сделать для организации вечеринки. А я там буду? Потанцуешь немного и пойдешь спать. Но я хочу до конца. Для этого ты еще маленькая. Ну пожалуйста, пожалуйста. Ладно, посмотрим. Только не мешай мне сейчас. спасибо сестренка. Как хорошо, что этих маленьких детей можно обдурить. Так, ты подготовила все документы? Вроде бы да. Я так переживаю, что там наши точки. Ну мы же им звонили. Все хорошо. У меня очень плохое предчувствие. Солнышко. Ты же понимаешь, чем быстрее мы справимся, тем быстрее мы поедем домой. Ладно. Сейчас проверим, все ли на месте. Только пообещай. Ну что еще? Мы завтра обязательно позвоним девчонкам. Любимая, это даже не обсуждается. это лучшая хоп пати за последнее время. Кстати, а где все ребята? Они сказали, что немного опоздают. Вот и хорошо, значит мы можем посудить только вдвоем. А вот и я. Она тоже сегодня будет с нами? не волнуйся, это ненадолго. А мне можно пить коктейли? Ничего здесь не трогай. Ну почему? Лили, это напитки для гостей. Все с вами понятно. вечеринка с маленьким ребенком это самое худшее, что может быть. Она прикольная, но не тогда, когда нужно с ней проводить много времени. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это точно. Ладно, давай дальше танцевать. Стив, поиграй со мной. Лили, я танцую. Фиолетта, тогда ты со мной поиграй. А, Лили, сколько можно? Поиграй, поиграй. Ты не видишь, что взрослые танцуют. Но я хотела просто... Я ничего не хочу слышать. Быстро уходи в свою комнату. Я хочу быть с вами. Я сказала быстро спать. Ладно. Видимо, я тут никому не нужна. Ну, зачем ты так с ней? Пусть знает. Свидание она мне испортила, а вечеринку не получится. Может, не нужно было на неё кричать. Стив, скоро гости придут. Давай просто развлекаться до утра. Ладно. У-у-у-у! Е-е-е! Е-е-е! Да кто же до самого утра звонит? Если это опять Лили, то я их сейчас устрою. Странно, кто это может быть звонят из улицы? Здравствуйте! А вы кто такая? Вы можете позвать ваших родителей? А их нет сейчас дома. Как жаль. А Лили? А она где-то есть. Так вы можете объяснить, кто вы? Не знаю, как это правильно сказать. Ну, говорите, как есть. Я настоящая мама Лили. А это отличный шанс отдать ее. А я сейчас позову ее, и вы сможете увидеться. Лили! Лили! Спасибо вам огромное! Лили! Да что же это такое? Может, она спит? Ладно, сейчас посмотрим в моей комнате. Она должна быть где-то здесь. Может, она решила спрятаться? Лили! У нее есть телефон. Точно! Нужно ей позвонить. Странно, трубку не берет. Может, она в другом месте? О, нужно посмотреть в моей гримерной. она любила там время проводить. И тут ее тоже нет. Да что же это такое? Она не могла никуда уйти? Конечно могла, дверь я не запирала. Может, вы догадываетесь куда? Я не интересовалась, где она гуляет. Но она же такая маленькая. ее срочно нужно найти. Ага, тем более, что родители мне такое сделают. Ладно, я тогда посмотрю на улицу, а вы тоже подумайте, где она может быть. Блин, что же делать, что же делать? Это кафе была последней надеждой, где я могу ее найти. А я тебе говорил, что не нужно было так грубо с ней общаться. Ты вообще понимаешь, как сильно разозлятся родители? Конечно. Но ты же сказала, что нашлась родная мама. И что? Ну может быть она что-то сделает. Ну не знаю, я в это слабо верю. Блин, это родители. Бери трубку и придумай что-то. Ладно. Алло, а у нас все хорошо. Ой, Лили, она спит. Ага, это же ребенок. Любим вас. Ну, что там такое? Родители скоро приедут, а Лили нет. Ее нужно срочно найти. Ладно. Буду ждать ее дома. дома. Да уж. Не хотел бы я попасть в такую ситуацию. Эх, в этом месте у меня было очень много друзей. А теперь даже сестре мешаю. А теперь буду совсем одной. этот приют последнее место, где она может быть. Доченька, хоть бы ты нашлась. Лили, как хорошо, что ты здесь. Опять вы? Ага, почему ты убежала из дома? А вы что, следили за мной? Нет, просто я... Говорите все как есть. Я не хотела этого рассказывать. Я твоя родная мама. мама. Что? Это вы меня отдали, когда я была маленькой? Я просто бедная и ничего не смогу тебе дать. Но это неправильно. Но у меня уже есть новые родители. Ладно, давай я тебе потом все еще раз расскажу, а сейчас тебя ждет твоя сестра. Ладно, идем. Блин, что же мне делать? Родители будут с минуты на минуту. Ну все, я пропала. А вот и мы. Лили, где ты была? У себя в приюте. Она сказала, что ты ее очень сильно обидела. Ты не представляешь, насколько я рада тебя видеть. Проходите. правда? Ага, и я тебя больше никуда не отпущу и будем проводить время вместе. Ну ладно, я наверное уже пойду. Эй, вы куда? Ну как, Лили уже нашлась. Нет, нет, сейчас придут родители и я им все объясню. Не стоит. Привет, дети. Женщина, а вы кто такая? Я уже ухожу. Нет, нет, пойдем всем в гостиную и я вам там все расскажу. Ну ладно. Это женщина родная, мама Лили. Что? И как вы вообще сюда попали? Пап, она мне очень помогла, пока вас не было. Это правда. Да я ничего такого. так что я считаю, что она хоть иногда может видеться с Лили. Ну если она нам помогла, может вы хотите у нас работать? В смысле? Точно, вы будете нам помогать по дому, будете получать хорошие деньги и постоянно проводить время с Лили. Я тогда буду самой счастливой. Я безумно рада, что все так хорошо получилось. А я рада, что моя семья стала еще больше. Не то слово. Дестренка, любимая, вставай, пора со мной играть. О, да сколько можно. О, как хорошо, что ты проснулась. Да ты меня достала. Каждое утро одно и то же. Ну вставай, мои игрушки хотят с тобой поиграть. Выйди из этой комнаты и никогда сюда больше не заходи. если ты сейчас со мной не поиграешь, то я пожалуюсь папе. Да я первая расскажу, что ты не даешь мне спать. Я первая. Эх, как же тихо и спокойно только я и моя книга. спать. Да уж походу я погорячился. Папа, 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 это моя опять меня разбудила. Но бабочка, я всего лишь хотела с ней поиграть. Да ты мне уже надоела. Каждое утро меня будешь. Я просто хочу с тобой играть. Я не хочу с тобой играть, я хочу спать. Я уже тебе говорила, я не пусть это. Так, Виолетта, с сегодняшнего дня ты берешь с собой на вечеринке свою младшую сестру. Спасибо, папочка. Что? Ну уж нет, этому никогда не бывать. Иначе ты сама туда ходить не будешь. И так всегда любит только эту Рэйчел. Эх, она играет так скучно. Где же моя любимая подруга? Да, вечеринка вчера была просто улет. И не говори, я успел поспать только два часа. Эй, ребята, может быть вы хотите поиграть со мной? Что? Ты же малявка. Мы вообще-то старшая школа, и нам неинтересно играть в какой-то мяч. Ну, это весело. да, уж очень весело. Эй, это не смешно. И вообще это наши шкафчики. Делать тебе здесь нечего. Вот именно. Ну, и ладно. Я вам еще покажу, как издеваться над младшими. Да, уж эти дети такие нелепые. И не говори, как хорошо, что мы уже выросли. Кстати, смотри, какое видео я вчера записала на вечеринке. Ого. О, это же я, скинь мне. Эх, как хорошо, что девочки в школе никто не ссорится. Как же сложно иметь одновременно дочки младшишку и старшей. Нужно придумать, что же их может помирить. О, а у меня есть идея. Так, настроение своей сестры я испортила, значит, день удался. О, Рейчел, как я рада, что ты уже здесь. Привет, подружка, ты же знаешь, я люблю вовремя приходить в любимую школу. Со мной такое случилось. Рассказывай, я играла в мяч, а друзья твоей сестры меня прогнали. Что? Да как они вообще посмели? Я предлагаю им как-то напахстить. Точно, думаю, у нас это получится. Ну что, а теперь поиграем? Конечно, у нас ведь еще есть целый час перед уроками. Отлично. Элис, ты случайно не видела Виолетту? А то ее на первых уроках не было. Нет еще. А ты что, не можешь дождаться своей любимой? Очень смешно. Как же я не люблю эту школу. А вот и твоя Виолетта. Привет, ребята. Привет, солнышко. Что случилось? Где пропадало первых три урока? Да и меня эта младшая сестра достала. Разбудила с самого утра. Пришлось отсыпаться. Да уж, как же хорошо, что в семье я один ребенок. Ну ничего, мы старшая школа и все учителя привыкли к тому, что мы опаздываем. Это точно. Ничего себе, тут столько всего. Ага, это гримерная моей старшей сестры. Я тоже хочу себе столько косметики и нарядов. У нас с тобой немного времени Фиолетта разозлится, если узнаешь, что мы здесь были. А клей тебе зачем? Все просто, мы нальем клей в любимую помаду моей сестры. Это же гениальная идея! Ну вот и все, готово! Жаль, что мы не увидим, как твоя сестра заклеит себе губы. Ага! Эй, малявки, а вы что тут делаете? Ой, а я тут показываю своей лучшей подружке наш дом. Так, а ну быстро выметайтесь, а то не хватало, чтобы я еще из-за вас на свидание опоздала. она даже не догадывается, что ее ждет сюрприз. как они меня уже достали. Я невероятно красивая. Остался последний штрих. Фу, что это? Клей? Это точно выходка этих малявок. Ну я им сейчас покажу. эх, как же я люблю чистоту и порядок. Привет, папуль. О, солнышко, а где твоя подружка? А, она уже ушла, мы с ней уже наигрались. Ты пока садись на кровать, а я сейчас доубираюсь, и мы вместе пойдем готовить ужин. Отлично. Ах, вот ты где. Виолетта, ты почему такая злая? А это надо у Рэйчел спросить. не понимаю о чем ты? Виолетта, ты можешь нормально объяснить, что случилось? Эти малявки налили мне клея в мою помаду. Ну и что? Это же весело. Весело? Теперь я не смогу сделать себе нормальный макияж перед свиданием. О, а я тоже хочу пойти на свидание. кстати, прекрасная идея. Вместо того, чтобы злиться, лучше возьми с собой на свидание свою младшую любимую сестру. Ну уж нет, не хватало, чтобы она мне еще свидание испортила. Виолетта, ну пожалуйста. Так, все, либо ты берешь с собой на свидание Рэйчел, либо ты сама никуда не идешь. Ну пап. Это мое окончательное решение. Ладно, у тебя есть 10 минут, жду себя на улице. Ура, я сегодня пойду на самое настоящее свидание. Как обычно, любят только эту наявку. Спасибо, пап, ты у меня самый лучший. И веди себя хорошо. Конечно, конечно. Эх, надеюсь, теперь девочки точно подружатся. Да уж, какой же я все-таки красавчик. Приветики. О, Элис, а ты чего пришла? Вообще, я думала, что мы с тобой сегодня прогуляемся, а то мне скучно. Я же тебе уже говорил, что я позвал Виолетту на свидание. А, точно, я уже совсем забыла. Придется гулять одной. А вообще-то, я сегодня планирую первый раз поцеловать Виолетту. Хм, но у ваша только первое свидание. И что? Ты ведь знаешь, что мне Виолетту уже нравится давно. Я надеюсь, это свидание будет незабываемым. Ага. О, а можно я встанусь у тебя и поиграю в компьютер? Но у тебя же есть свой. Да родители говорят, что я много времени в нем провожу, поэтому дома не вариант. Ну ладно, играй сколько хочешь. Мне уже пора. Спасибо. Эй, пожелать мне удачи. точно, точно, удачи. Вот так бы сразу. Да уж, эти влюбленные такие смешные. Это будет самое худшее свидание. И почему же это? Все из-за тебя, ты не могла остаться дома. Но ты же не хочешь со мной играть, давать свои вещи, вот поэтому я здесь. Так ты специально это все. Придем домой, я тебе устрою. Ага, тогда я буду с тобой ходить на все свидания и вечеринки вместе. Как я не переношу этих малявок. Привет, любимая. Ты не говорила, что будешь не одна. Это долгая история, потом все расскажу. Так, что мы будем делать? Вообще-то я планировала провести это время вдвоем. Рэйчел, сядь за другой столик. Но я тоже хочу пообщаться. Сядь за другой столик. Да уж, ничего в этих взрослых свиданиях интересного нет. Так и что все-таки твоя сестра делает тут? Она со мной почти везде. Мы с ней поссорились и папа так хочет нас помирить. Стоп, только не говори что она на нашей вечеринке тоже будет. Вечеринка? А это уже интересно. Не волнуйся, я попробую сбежать, когда все уснут. Какая ты у меня все-таки молодец. А чем это вы тут занимаетесь? Да как ты меня достала? Ты можешь на мне мешать? Не так я себе представлял наше первое свидание. Но мне же просто стало скучно. А мне все равно. Вы еще об этом пожалеете. Как же хорошо, что у меня нет брата или сестры. Да, тебе очень повезло. Может пойдем лучше прогуляемся? У меня если честно уже нет настроения. Лучше проведи меня домой. Да уж свидание не удалось. Мама сказала, чтобы быстрее расти, нужно заниматься спортом. А я очень хочу быть взрослой. Фу, еле тебя нашла. А что случилось? Мы вроде бы сегодня уже виделись. Да, но у меня для тебя такие новости. Так рассказывай. Сегодня я была на свидании своей сестры. Ничего себе, я тоже хочу быть уже взрослой, чтобы ходить на свидания. Но это еще не все. Я узнала, что скоро у старшей школы вечеринка. И что, ты же знаешь, что нас туда никто не пригласит. А мы сами придем. Что ты имеешь ввиду? Я очень хочу испортить им эту вечеринку. Это все из-за того, что старшеклассники меня тогда выгнали? Ага, а еще старшая сестра не хочет уделять мне внимания. Ох уж, это старшая школа. Я надеюсь, у тебя уже есть план, как им отомстить. Конечно, пойдем прогуляемся, и я тебе все расскажу.